Сегодняшние студенты физики должны гордиться тем, что они учатся на факультете, где когда-то свою научную работу проводили известнейшие ученые, такие как Воронцов, Вильяминов, Академик, Янус или, например, всем известный братец, таблица которого мы помним со школьной скамьи, который, кстати, стоял у истоков основания этого факультета. Сегодня здесь работают 34 преподавателя, среди которых 3 академика. В общей своей массе они ежегодно публикуют около 400 научных статей в год в зарубежных изданиях. А еще тверские преподаватели совместно с Университетом города Побратима Снабрюка разрабатывали программу подготовки кадров в области физики для Евросоюза. Новое приоритетное направление физтеха – наносистемы, то есть пошли дальше, из области микрон до объектов ангстремных размеров. Мы выиграли грант на 2 миллиона рублей в рамках развития высшей школы, и он как раз и называется «Нанотехнологии и физико-нанотехнологии гетеросистемы». Благодаря конкурсам появляется возможность приобретать новое оборудование. В 2003-м выиграли грант, по которому факультет получил очень дорогостоящий российский микроскоп, позволяющий проводить наноисследования. У нас есть образец, есть пошаговый двигатель, с помощью него подводится образец вот к такой пластиночке, называемый «Кантилевер», на ней острие, тоненькое-тоненькое. На мониторе это выглядит вот так, то есть он большого размера, на самом деле очень маленький, его можно рассмотреть только в лупу. В центр четырех фотодиодов наводим лазер, и потом после того, как образец уже подведен у нас, причем делает это все, естественно, с помощью компьютера делается, поскольку это наноразмеры, вручную здесь уже никак. Подводится вот к нашей пластинке, лазер у нас отюстирован, и когда начинается измерение, лазер у нас отклоняется, и четыре фотодиода их фиксируют. С помощью этого мы можем получить, например, изображение поверхности. Кроме этого, в зависимости от нашего покрытия, которое на «Кантилевере», если это магнитное покрытие, то мы можем исследовать магнитную структуру. Соответственно, если электрическое, то распределение электрических полей, и так далее, то есть для изучения полупроводников. Другой шаг – это приобретение по грантам еще нескольких микроскопов, а значит создание целой лаборатории, где одновременно будут проводиться исследования и будут заниматься студенты. Гранты – это, пожалуй, сегодня единственный способ финансирования науки или какой-нибудь проект. А иначе нет условий – нет науки. Ранее научные работы многих вузов велись благодаря госзаказу. Фистех финансировала Минобороны. У нас тогда не было кафедры в те годы, была только лаборатория. И лаборатория, которой я руководил, получала ассигнование от Министерства обороны в размере 500 тысяч рублей в год теми деньгами. Умножьте примерно на 50, получится 25 миллионов по нынешним средствам. То есть денег для разработки хватало. И вот основы всего вот этого, они были заложены там. Такие средства сегодня можно было бы пустить на создание производства, например, монокристаллов кремния. Китай уже построил предприятие, которое выращивает тысячи тонн таких кристаллов – основу радиоэлектроники. Заслуженный деятель науки России Юрий Смирнов участвовал в первых исследованиях кристаллов. А несколько лет назад обивал пороги администрации, Минэкономразвития и даже Кремля. Пытался доказать чиновникам необходимость создания в Верхней Волжье предприятия по выращиванию кристаллов кремния. В справке написано, что кремниевое производство монокристаллов и интегральных схем нужно создавать в Тверской области. Это вытащит экономику Тверской области и вытащит и Россию из вот этой дыры, в которой она находится по радиоэлектронике. Ну, надеюсь, что какая-то реакция будет. Кроме положительной реакции нет ничего другого. А ведь если бы такой проект был в Тверской области и вообще были созданы другие высокотехнологические центры, то, возможно, выпускники физики не покидали бы так часто родную землю. По словам декана физико-технического факультета, надо, чтобы физика вновь была модной. К тому же сегодня физиков можно встретить повсюду. Не обязательно, что это институты. Работают в банках, магазинах, где есть электроника, компьютеры, оргтехника. Но есть у нас сегодня беда. Преподаватели этой науки почти не нужны. Их не так уж и много. Да и сама физика в школе стала другой. В последнее время очень сильно падает уровень подготовки школьников в области физики и вообще естественных наук. Это, к сожалению, тот факт, который могут подтвердить практически все деканы всех физических... А с чем это связано? Я боюсь, что это связано с каким-то недопониманием в государственной политике, потому что видно, что просто хотя бы по количеству часов на физику то, что уделяется в средней школе, оно существенно упало по сравнению с тем, что было раньше. Профессор по физике Дмитрий Хохлов входит в президиум учебно-методического совета России по физике. Деканы ведущих классических вузов страны раз в полгода собираются вместе, обсуждают радости и беды физического образования в стране. Возможно, символично, что 19-20 мая именно на Тверском физтехе собрались эти деканы. Почти 40 профессоров, членов Академии наук, преподаватели. Их волнует, пожалуй, самое главное. Как сделать так, чтобы физика вновь была, если не в моде, то хотя бы более востребованной? Есть категория людей, молодежи, ребят, которые не заниматься физикой, просто не могут. Вот есть определенный процент, он всегда был, и я надеюсь, и будет оставаться. Другое дело, что, конечно, физика знала периоды, когда масса такого спроса, когда все хотели стать физиками. Но это время прошло, прошло причем во всем мире. Но вот те 2-3 процента, которые не могут ей не заниматься, они остаются. И главное, чтобы им предоставить возможность себя реализовать. Новый руководитель Тверского университета тоже физик. Профессор Андрей Белоцерковский считает, что 2009 год, когда решается судьба высшего образования, в том числе и физического. Ведь высшая школа полностью переходит на двухуровневую систему. Физик-специалист, это, в общем-то, более или менее понятно. Это человек с хорошей фундаментальной подготовкой. Это то, что дается у нас, в принципе, на уровне бакалавра, но еще и обладающий неким опытом практической работы. Это то, что уже надстройка над бакалавром. И либо это специалист, либо это магист. На самом деле, так сказать, это человек, который сделал, пусть небольшую, но самостоятельную научную работу, почувствовал к ней вкус и почувствовал, что это такое. Сегодня классическим вузам, в которых есть физика, приходится бороться за абитуриентов. Придумывают способы, как повысить уровень школьного образования. На факультете решили создать подготовительный центр. Практически на кафедрах перенимать опыт у профессионалов. И это могут делать около 300 учащихся из специализированных классов школ Твери. Во-первых, они, безусловно, составляют основу нашего приема, но мы работаем не только на себя, и на технический университет, и на Москву, и на Питер, я повторюсь. Они достигают достаточно высоких результатов потом. Ежегодно сюда, на физфакт Тверского университета поступает 25-35 человек. Половина из них уже на третьем курсе пишет научные работы вместе с наставниками. Получают гранты. А еще человек 10-15 уже до вручения диплома становятся ведущими специалистами не только российских научных центров и корпораций, но и зарубежных, в Германии или Штатах. Нам приятно, когда приезжает представитель завода «Микрон» из Зеленограда. Это предприятие, которое считается флагманом по выпуску интегральных схем. И агитирует наших студентов туда идти, забирает наших выпускников. И они там работают с очень хорошими отзывами. Нам приятно, что Дубна забирают до 8-6 человек. И мы работаем. Нам приятно, что Москва в аспирантуру 5-6 человек забирает каждый год. Но, безусловно, это отток молодых с Тверской земли. В свое время академик Цыпкин сказал, по-моему, очень хорошее. В чем разница между чисто математиком и физиком? Вот математик делает то, что можно, так, как нужно. А физик делает то, что нужно, так, как можно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова